АРОСТРАПОВИЧ 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 БИОРТОВИЧ АРОСТРАПОВИЧ ИНОСТРАПОВИЧ Он умен был, отвратительно умен, он был мужчина, он был гражданин, он был гениальный музыкант и великий политик, он был все. Вообще, если бы Ростропович не занимался вообще музыкой, он все равно бы в этой жизни стал в другой ипостаси, в другом проявлении, в любом проявлении он бы все равно был Ростроповичем. Потому что это явление необъяснимое было. Необъяснимое. Я Ростроповича встретила впервые, когда я поехала на фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки. И я приехала, и оказалось, что мне не хватает одного романца для программы. И у меня была одна ночь, и мы эту ночь провели с Ростроповичем. Ростропович мне обучил петь романс Рахманинова «Здесь хорошо». И он меня не учил, как петь, а он меня учил, что петь. Закат угас, и ночи темные покровы, я жду тебя. Вот этот романс, это мне на память Ростроповича на всю жизнь. И на следующий день я получила первую премию на этом конкурсе. Я просто вспоминаю, что какой-то удивительный демократизм и удивительная простота при гениальности, смычка, ума, прожитой жизни, опыта, поступков, совершенных в течение всей жизни, она пленяет безумно. Ростропович – это единственный человек, который заставил меня плакать на его концерте. Вот он так меня брал за душу, своей велончили, своим звуком, да, что я просто разрыдалась, в зале разрыдалась. Вот это я помню очень хорошо. Ростропович – это великим человеком. Да, и светлый человек, безумно светлый. Ростропович – это великим человеком.